Друзья, всем привет! Сегодня будет последний ролик про ошибки. Это уже третий в подряд. Просто попался интересный объект такой. Хочу вам его показать. На следующей неделе будет уже непосредственно обзор строительства моего дома. Вот, я покажу вам проект и покажу вам свой участок. Так что, если вам тема строительства загородного интересна, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я рассказываю о том, что такое качественное строительство. Всем приятного просмотра! Итак, после демонтажа фасадных панелей обнаружили на пленке вот такой вот конденсат с обратной стороны. Дом из газобетона. Толщина газобетона 300 мм. Значит, утепление минерального вата, утеплитель и зарок. Плотность где-то 45-50 кг на куб. Толщина утеплителя 5 см. Зимний дом, то есть зимой отапливается. Получается, пары проходят через газобетон, проходят через утеплитель. Из-за того, что вот эта пароизоляционная пленка, частично пар проходит через нее, но в большей степени он остается на пленке. Соответственно, при определенной температуре и влажности этот пар начинает конденсировать. То есть, образуется точка росы. Соответственно, в тех местах, где у нас используется пароизоляционная пленка, причем она разных производителей, вот, у нас образуется конденсат, весь утеплитель намок. Также есть участок, где у нас есть диффузионная мембрана, вот этот вот, который сверху. Там, в принципе, проблем нет никаких. А в тех участках, где у нас используется пароизоляционная пленка, есть небольшие проблемы. Вот, также обращаем внимание на то, как сделана у нас подсистема кронштейна для гипсокартона. Они заходят, ну, соответственно, крепятся к стене. Вот, и вот эти участки, они очень некачественно утеплены, получается, как мостики холода. Пленка у нас в этих местах тоже рваная. По-хорошему, при такой системе монтажа обрешетки, желательно, конечно, скотчем проходиться по... Специальным скотчем проходиться и проклеить вот эти вот дырки, которые здесь образуются. Если чуть подальше отойти, вот так вот это выглядит у нас. Сверху даже доски набухали. Ага. Вырвал, видите? Ага. Я думаю, что от этого было их завладет. Даже стена из газобетона, которая паропроницаемая, не то, что там в кровлях, да, обычно делается пароизоляция, каркас, потом утепление, гидроизоляция. Даже с учетом того, что здесь использован газобетон, утеплитель, да, и все равно на стенах вот такая вот проблема возникает. Поэтому очень важно делать систему стен и кровель правильно, чтобы потом в дальнейшем не возникало вот таких вот проблем.